На случай, если вы увидели название ролика и такие, ну прямо так уж покорил, напомним. Отличные оценки зрителей, отличные оценки критиков, сборы, 783 миллиона долларов при бюджете в 58, исторический рекорд для фильма с рейтингом R и раздвигание границ жанра, позволившее, например, Логану тоже стать фильмом с яйцами. Все это успехи Дэдпула, к которым он пришел благодаря прорывному маркетингу. Сейчас самое время вспомнить, как это было и посмотреть, как создатели фильма пытаются оформить это во второй раз. Меня зовут Петр и поехали смотреть на самые интересные кейсы. Дано! Необычный комиксовый персонаж, отмороженный фильм, рекламный бюджет, 60 миллионов долларов. Задача захайпить все. Решение. Необычная наружная реклама. Перед выходом каждого супергеройского фильма улицы крупных городов наполняются постерами с людьми в трико, смотрящими в разные стороны с невероятно серьезными щами. Но тут, в случае с Дэдпулом, создателям нужно было подчеркнуть, что это будет совсем другое кино. Для этого использовались пародийные постеры, высмеивающие другие комиксовые фильмы, постеры с ребусами из эмоджи, постеры, недвусмысленно намекающие на тон будущего фильма, и совсем уж стебные постеры, которые подавали фильм как романтическую комедию на 14 февраля. Но на самом деле, именно на улицах их было не так много, расчет был на другое. Сам Райан Рейнольдс говорил, что им и не нужно было много такой наружки. Люди сами распространяли ее в интернете. Люди, видя что-то подобное, необычное, новое, сами делились этим в соцсетях, и таким образом делали дополнительную рекламу фильму. Ко второй части тоже не пожалели выдумки. Тут Дэдпул качается на руках главного злодея, ковыряется у него в ушах, в общем, тоже развлекается. Второе. Главное средство раскрутки фильма в трейлеры, тоже поданные как надо. Во-первых, самые известные трейлеры были с рейтингом 18+, так как фильм не пытался захватить аудиторию пошире, но ненужную. Во-вторых, в них идеально заявляли кино и персонажа. Кровища льется, шутки шутятся, пошлости летят пачками, четвертая стена ломается. Стойте! Вы, наверное, думаете, почему я в красном? Чтобы плохие ребята не видели, что у меня идет кровь. Этот чувак рубит фишку, коричневые штаны надел. Но классические трейлеры это даже не самое крутое. Самое крутое это отстраненные рекламные ролики, некоторые из которых снимали вообще на телефон Райана Рейнольдса. Отстраненные рекламные ролики. Мы частенько ругаем современные фильмы за то, что они слишком большую часть сюжета показывают в трейлерах. Так как нужно выпустить 4-5 рекламных роликов, начинать за полгода и постоянно показывать что-то новое и новое, чтобы зрителю не надоедали однообразные трейлеры. И так, приходя в кинотеатр, ты уже знаешь, что будет в кино. Учитесь профессионально решать проблему у Дэдпула. Вот ролик к выходу IMAX-версии фильма. Ролик на Хэллоуин, в котором Дэдпул пристает к реальным детям в костюмах людей Икс и троллит их. Два тизера второй части, в которых практически нет кадров самого фильма, но есть юмор и дата релиза. Портрет пейзажен, как же я обсажен. Ну ладушки, а теперь нарисуем пару славных деревцев. Эти ребята, кстати, отличные друзья. Вот вам ещё урок. Краски есть нельзя. Поверьте на слово. Вишнёвое мороженое. Ты будешь? Можешь не отвечать. Отдыхай уже. Нет, позвонить-то я успел. Костюмера Лейерду. Он обычно помогает мне с костюмом. Вот как у других так быстро выходит? Проходи, тут не я, Логан, ты б, может, и выжил. Ему-то во что переодеваться. Хе. В алкоголичку, х**, джинсы. Е-е-е. Надену-ка я маечку свою. Да поти-ка, чтоб маленькая. И вперёд в загул по борьбе с преступностью. С днём обнимашек с Калой. В конце концов, шедевральное видео с извинениями Дэвиду Бэкхэму. Ты слышала, как Бэкхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием. Ты слышала, как Бэкхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием. Ну, прости. Мои извинения. Вуаля, кадров из фильма почти нет, а реклама уже пошла и ролики уже сами собой разлетаются по соцсетям. Помимо прочего, в таких видео чувствуется, что создатели понимают один из главных трендов современности. Отсылки. Слоган первой части пародирует слоган старого Человека-паука. Дэдпул отсылает к зелёному фонарю. Тизер второй части пародирует старого Супермена. В трейлере упоминается Танос. Ну и тонны шуток про Людей Икс. Создатели Дэдпула знают, что всё это тоже с удовольствием расхватывают соцсети. Видео с Дэдпулом к другим событиям. Но и это ещё не всё. Специально для некоторых стран и событий были отсняты свои промо-ролики. Например, для Австралии. Китай, а? Под Новый Год. Для Дня Матери сделали картинку. На волне хайпа мёртвый бассейн забегал и не только в свою рекламу. Вот, например, не поверите, социальные ролики о проблеме рака. В них с помощью Дэдпула объясняют, как мастурбация помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях. И полезно, и хайпово, и мы в очередной раз убеждаемся, насколько хорошо Райан Рейнольдс понимает персонажа. Вот промо-ролик нового номера журнала Эмпайр, который якобы целиком придуман Дэдпулом. А вот ролик с неожиданной концовкой на телевидении. В нём, в ведущей программы, берёт интервью у Райана Рейнольдса. И в числе прочего, актёр рассказывает, что фильм будет PG-13. То есть, для всей семьи, для детей. После чего происходит вот это. И ещё по мелочи. Наверняка вы видели клип Селин Дион ко второй части Дэдпула с участием самого Дэдпула. И он стал вирусным благодаря вот этим двум кускам. Дэдпула с участием самого Дэдпула. Дэдпула с участием самого Дэдпула. Помимо этого была и крутая акция с собственными эмоджи Дэдпула и мелкие ништяки вроде слитой странички сценария и немногое другое. И давайте в конце для повторения еще раз перечислим, что же позволило маркетинговой компании Дэдпула стать настолько феерически успешной. Прекрасное понимание персонажа и рекламируемого фильма, отход от традиционных шаблонов и демонстрация уникальности продукта – акцент на том, что это необычно. Работа в правильную аудиторию без попыток захватить аудиторию пошире, но ненужную. Прекрасное понимание того, что становится вирусным в соцсетях сегодня и грамотная игра на этом, помимо всего прочего, еще и очень удачная. Нет ничего сложнее, чем постановка вирусных видео на поток, но у создателей Дэдпула это получилось. И при этом они не постеснялись сделать то, что сейчас неоправданно редко используют другие фильмы. А именно записывать рекламу специально для рекламы, не форсить постоянно фильм новыми кусками из трейлеров, а сделать так, чтобы фильм не спойлерился, но при этом рекламировался. Когда-то это уже было популярно, так пробовали делать в 90-х, но всерьез почему-то это до сих пор не приживается, хотя, как видно по Дэдпулу, работает при правильно выверенной концепции идеально. Все это позволило первому Дэдпулу совершить невероятный и неожиданный прорыв и наверняка позволит второй части приблизиться к фантастическим сборам оригинала. Каким фильмом в итоге окажется второй Дэдпул, расскажем в нашем подкасте, вы можете его послушать в группе ВКонтакте или под другим ссылкам в описании на Саундклауде или в Айтюнсе. Так что подпишитесь там и подпишитесь тут и пишите, как вам маркетинг Дэдпула, может быть, на ваш взгляд он перехайплен. А если вам нравится, то ставьте лайк. А пока... пока. Вот не знаю, у меня ощущение, что при всей крутости Дэдпула, его маркетинговой кампании, в топ лучших комиксов в истории кино он все равно не войдет. Хотя это мы узнаем совсем скоро.